После периода гражданской войны в начале 1920-х годов в Крыму утверждается советская власть и начинается глубокая трансформация крымского общества, в том числе крымско-татарского общества по тем правилам и законам, которые большевики считали верными, исходя из своих идеологических убеждений. Это был период, когда прежние институции, в том числе религиозные, уже не работали, а новые не были созданы. То есть был такой абсолютный период анархии, непонимания того, куда общество движется и что необходимо делать. И вот в этой ситуации непонимания и отсутствия институтов, группа крымских татар во главе с Ибраимом Тарпи стала обращаться к советской власти с просьбой разрешить создать народное управление религиозными делами. С их точки зрения это должна была быть институция, которая бы представляла мусульман перед лицом государства, которая бы регулировала вопросы религиозной жизни среди крымских татар, например, различные брачно-семейные отношения, развод, брак, вопросы наследственности, которая бы регулировала процесс подготовки имамов, их деятельность и так далее. И нужно сказать, что в начале 20-х годов советская власть шла навстречу мусульманам Крыма, потому что позиции власти, как таковой, не были еще прочными. И это было такое начало так называемого медового месяца советской власти с крымскими мусульманами. И в 1924 году Ибраим Тарпи получил разрешение на создание такого управления. Правда, оно не получило статуса юридического лица и каких-либо льгот и привилегий со стороны государства. Это значит, оно должно было существовать исключительно на пожертвования самих крымских татар, которых было в то время немного, потому что, давайте не забывайте, 1920-е годы – это тяжелейший период в жизни Крыма, это голод, это гражданская война. И, конечно, финансовых поступлений у народного управления особых не было. Два вопроса стояли на повестке дня народного правления. Первый вопрос – это вопрос вакуфной собственности, потому что мусульманское общение и всем институциям, которые были там, мечетям, медресе, мектебам, им нужно было на что-то функционировать, а поэтому вакуфная собственность должна была играть ключевую роль в этом. В ситуации, когда государство ничем финансово не помогало. И второй важнейший вопрос – это вопрос исламского образования. Вот в ситуации с вакуфами поначалу Ибраим Тарпи надеялся на то, что советские власти вернут мусульманам вакуфную собственность, которая частично в то время была уже национализирована государством. Их надежды опирались на то, что подобное произошло в советском Туркестане, где мусульманам края вакуфная собственность была возвращена. И поэтому крымские мусульмане апеллировали к этому, когда просили государственные органы вернуть эту собственность. Но вопрос все время затягивался, и в результате к концу 1920-х годов вся вакуфная собственность была просто ликвидирована. Второй важнейший вопрос, связанный с исламским образованием, он был действительно кричащим, потому что не было разрешено по началу преподавание исламских дисциплин. И Тарпи и его команда, они пытались добиться от власти разрешения на открытие мектебов при мечетях. И нужно сказать, что в начале 1920-х годов власть опять пошла им навстречу, она разрешила это сделать. Но там был ряд условий, которые они должны были соблюдать как народное правление. Первое важнейшее условие, что эти курсы или эти школы должны быть исключительно при мечетях. Второй момент, это то, что там могли обучаться только дети старше 14 лет, которые закончили уже светскую школу первой ступени. И третий важнейший момент, что эти школы должны были функционировать исключительно на средства родителей. То есть опять-таки без какой-либо государственной поддержки. Но даже вот на этих условиях народное правление было счастливо, что им разрешили это сделать. Вторая часть вопроса образования, она решалась гораздо более сложно. Она состояла в том, что к 1920-м годах в Крыму ощущалась острейшая нехватка квалифицированных кадров религиозных, имамов, потому что значительная часть из них либо эмигрировала, либо была репрессирована, и поэтому элементарно в мечетях некому было проводить намазы, и детей некому было обучать. И поэтому была острая необходимость в открытии курсов для того, чтобы готовить вот эти кадры. Именно с такой инициативой народное правление обратилось к крымским властям, предложив два проекта. Первый проект — это полуторамесячные курсы. Второй проект — это шестимесячные курсы, то есть более углубленная подготовка изучения тех или иных наук. То есть должно было быть изучение Корана, изучение хадисов, арабского языка, логики, философии мусульманской и так далее. И нужно сказать, что вот ситуация тоже решалась очень сложно. Власти вроде бы разрешили открыть эти курсы. Они попросили от народного правления предоставить программу этих курсов, что и было сделано. Но когда они попросили предоставить уже конспекты лекций каждой дисциплине и поставили сжатые сроки для этого, то народное правление было просто не в состоянии выполнить это условие. И поэтому пришлось ему отказаться от этой инициативы. То есть курсы так и не были открыты. В целом, нужно сказать, что жизнь крымско-татарского сообщества в 20-30-е годы, она развивалась вот несколько волнообразно. То есть до конца 20-х годов, это вот, повторюсь, был такой медовый месяц советских властей с мусульманским населением, когда были сделаны определенные уступки. Но уже к концу 20-х годов начиналось закручивание гаек. Это видно в разных сферах. Например, в сфере того же исламского образования, когда в конце 20-х годов вышел циркуляр о запрете преподавания ислама даже при мечетах. То есть те МИКТБ, которые несколько лет функционировали, даже вот на эти средства самих родителей, то есть даже это оказалось невозможным. То есть это уже каралось в соответствии с Уголовным кодексом Советского Союза. В числе вот этих трансформационных процессов, которые переживали мусульмане Крыма в 20-30-е годы, конечно, нужно упомянуть такой момент, как реформа алфавита. Традиционно крымско-тарский алфавит – это арабская вязь. И на протяжении 20-30-х годов произошло несколько было принято решений, которые должны были реформировать этот традиционный алфавит. То есть сначала были инициативы по реформированию, собственно, арабицы. Было несколько попыток это сделать. Потом крымских мусульман перевели полностью на латиницу, чтобы унифицировать всех мусульман советского государства. Позже это был переход на кириллицу. И если посмотреть на последствия этого, то они, конечно, очень трагичны. То есть фактически произошел разрыв поколений, когда нынешнее поколение было не в состоянии читать и понимать то, что писало предыдущее поколение. То есть когда образованные люди религиозные, которые получали образование еще при Российской империи, в традиционных мусульманских учебных заведениях, они фактически с переходом на латиницу, а потом кириллицу, становились абсолютно безграмотными людьми, которые не могли ни читать, ни писать. То есть это была такая грандиозная политика по отрыву крымско-тарского населения от его прошлого, которая дала в результате свои плоды. В числе других инициатив нужно, конечно, упомянуть о пресловутом процессе коллективизации, который вовсю развернулся в Крыму в 1930-х годах. Коллективизация сопровождалась поиском кулаков и репрессиями в отношении них. В числе кулаков были в том числе и представители знатных религиозных семей Крыма, которые стали жертвами этого преследования. Коллективизация в том числе сопровождалась и ликвидацией мечетей. То есть если в начале 1920-х годов в Крыму действовало практически около 500 мечетей, то мы видим, что к началу 1940-х годов и осталось всего 23. То есть шел процесс закрытия, а в некоторых случаях и абсолютной ликвидации мечети. Там, где речь шла под предлогом аварийного состояния мечети, они просто взрывались. Причем это делалось на глазах у верующих. И очень интересен момент, что если в 1920-х годах, к концу 1920-х годов, крымские мусульмане пытались как-то противостоять, выходили на те же самые протесты, когда вот происходили эти события, то в конце 30-х годов никто уже даже не выходил на эти протесты. То есть настолько машина репрессий разворачивалась в Крыму, что страх быть репрессированным, он давал о себе знать. И вот эта пассивность, пассивное принятие той реальности, которая случилась в Крыму, оно вот стало доминирующим таким трендом среди крымских татар. Ну и, наверное, венцом вот такой антикрымско-татарской, антимусульманской политики в Крыму, это были уже 1940-е годы, это, конечно, май, 18 мая 1944 года, когда все мусульманское население, весь крымско-татарский народ был депортирован со своей родиной. И мы знаем о той политике, которая стала развиваться в Крыму после этого, ликвидация всех символов, всех памятников мусульманской культуры, мечети, медресе, кладбище, то есть все, что напоминало о мусульманском присутствии, вот кому бы то ни было.